Служба и устав любви не помеха. Это доказали Ион и Юлия Чеботару, одна из четырех пар, появившихся в уходящем году в инспекторате карабинеров. Встречались на разных мероприятиях, которые я организовала. Сначала обменивались взглядами, затем улыбками. Потом обручились, а теперь готовимся к свадьбе. Первый шаг сделал я. Общались онлайн, во время перерыва угощал ее горячим шоколадом. У нас ведь есть военные ограничения. Через пять месяцев Ион попросил руки Юлии и получил согласие. С тех пор они вместе не только на службе, но и дома. Наш каждодневный труд развивает качество настоящего мужчины. Это одежда с иголочки, высокий уровень дисциплины, ведь мы постоянно на глазах у граждан. Надо полностью посвятить себя выбранной профессии. Если решился работать в такой структуре, надо трудиться с высоко поднятой головой, честно и с достоинством. Иону 28 лет. Его звание – старший лейтенант. Юлия на пять лет младше. Она работает психологом. В нашей службе есть ряд преимуществ. На уровне логистики мы хорошо экипированы и оснащены. У нас установлено сотрудничество с силовыми структурами зарубежных стран. Семьи получают финансовую помощь для оплаты аренды жилья. Каждый карабинер-холостяк получает бесплатное место в общежитии. В семейной точке зрения самый большой недостаток, когда ночью муж находится на службе. А в целом работа карабинеров не имеет минусов. Войска карабинеров были основаны 12 декабря 1991 года. Позже их переименовали в Генеральный инспекторат и подчинили Министерству внутренних дел.